Первый, значит, закон, который был принят, который мы очень долго ждали, это транспортный налог, то, что в полном объеме, 100%, начиная с 1 января 2021 года, транспортный налог будет оставаться на территории района. Для примера цифры, если, например, это в 2020 году у нас получается субсидия из Дорожного фонда Саратовской области, у нас была 27 миллионов рублей, то с 1 января 2021 года эта сумма станет 187 миллионов рублей, которые будут оставаться на территории района, когда уже район знает о том, какие средства, уже можно готовить аукционные процедуры, и как только позволят погодные условия, уже приступать к ремонту дорог. Если здесь мы ждали субсидий, какая это сумма будет, и вот как сейчас у нас на предпоследней думе также принималось решение, Балаковскому району было выделено 130 миллионов рублей, Конечно, вот сейчас объявление конкурсных процедур, подрядчики, это все нарушает плановую работу, а вот в связи с принятием нового закона уже можно планировать, и с подрядчиками определяться, и непосредственно с жителями можно проговаривать тему того, где лучше делать, где наиболее болевые точки, для того, чтобы более эффективно работать для нашего населения. То есть это вот первый закон, который был принят, которого мы очень долго ждали, с инициативой вышла партия «Единая Россия», поэтому я хочу до вас довести до сведения. Второй закон, который тоже достаточно очень важный был, в мае 2020 года Государственной Думой был принят закон о так называемых наливайках, со стороны федералов было ограничение общего зала, это 20 метров, регионам было разрешено идти дальше, и по инициативе также партии «Единая Россия» предложение было 50 метров, на последнем заседании также закон был принят, у вас у всех есть достаточно большое количество от ваших избирателей о том, что в многоквартирных домах так называемые предприятия общественного питания, которые нарушают порядок, которые не дают жителям нормально отдыхать, то сейчас для того, чтобы осуществлять непосредственно общественное питание, должен быть зал, общий зал, не общая площадь, а именно общий зал, 50 квадратных метров. То есть это уже более цивилизованное, ну и для выдачи акцизной лицензии нашего лицензирующего органа на территории Саратовской области всегда был критерием именно и для магазинов, и для общепита 50 метров. Когда мы получаем лицензию, это уже и заключение с договоров с заводами непосредственно производителями, где установка системы «Эгоист», где отслеживается каждая бутылка, всегда можно взять информацию о том, где данный алкоголь был выпущен, то есть это и борьба с суррогатным алкоголем, который отравляет наших жителей, поэтому вот тоже данный закон был принят и уже сейчас, значит, опубликован, подписан и начинает действовать на территории Саратовской области. Еще один из важных законов, которые были приняты тоже на последнем заседании, это первый о том, что сейчас нельзя высаживать до 16 лет, детей, у которых нет билетов или просроченные проездные, водители не имеют права подвергать опасности детей и высаживать их в темное время зимой, ну вообще наставлять на остановке, ребенок может ехать бесплатно. Вторая тема, которая тоже достаточно актуальна, это дети-сироты, я думаю, что у вас тоже достаточно много обращений, программа у нас это реализовывается на территории Саратовской области, освоение идет не очень эффективно, процент освоения на сегодняшний момент 24, по 2019 году это 53 процента, я думаю, что обращение у вас есть, и сироты обращаются. Сейчас по инициативе депутатов Саратовской областной думы, именно Единой России тоже, была инициатива о том, что сироты, дети-сироты могут выбирать район получения жилья, потому что есть район на территории Саратовской области, 42 района, то вот сейчас можно выбирать район, где получить жилье, где более эта тема реализовывается. Вот у Балаковского муниципального района эта тема реализуется лучше всех на территории Саратовской области, одни из лучших мы, у нас эта очередь как раз наиболее минимальна. Минимальна.